Доброго времени суток! Сейчас мы оформим с вами планы. То есть, в чем вообще смысл данной работы будет? Как видите, по умолчанию, когда мы работаем со всеми объектами, не изменяя их перья, ничего не делая, у нас получаются такие вот колеровые веселые планы. У нас синенькая лестница, красненькие колонны, стены разных интересных цветов. Надо, кстати, на передний план колонны вынести. Здесь колонны вообще нет. Да, здесь есть колонны. Колонна, Ctrl-A. Переместить вперед. Ладно, пока забьем, оно все равно будет видно. Но при распечатке нам не нужен, например, утеплитель такого поносного цвета. Что делать? Для этого есть вещь такая, называется графическая замена, комбинация графической замены. По умолчанию уже есть в архикаде пару штук. То есть, смотрите, мы вот что-то будем нажимать, да, и в зависимости от этого у нас будет меняться тип отображения нашего чертежа с вами. тадам, 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 ну тут по пошарной безопасности я просто ничего не делал. План потолков, план участка, упрощенный план, такой черненький, красивый, и нафиг никому не нужно. Как создать свою графическую замену? Поставим пока без замены. Жмем сюда. У нас здесь есть комбинации графической замены. Жмем новая. Обзываем ее как-нибудь. Ну, например, чертежи на печати. Упс, готово. Теперь нам нужно добавлять сюда критерии. Видите, каждая графическая замена имеет свои критерии. Вот. Тут у нас пусто, нам надо добавить, но чтобы добавить, нужно, ну, можно подумать, что-то сюда вкинуть, поискать, но проще сделать самому. Жмем редактировать правила. Создать новое правило. Например, стены. Все стены. Тут выбираем тип, выберем стена. Пока что мы не сдаем слои и так далее. Тип линии. Мы хотим, чтобы тип линий у нас был в сечении сплошной. Твощина у нас была, например, вот такая. Штриховка. То есть, смотрите, если я задам образец штриховки, то все стены поменяют свою штриховку. Мне не нужно, мне нужно, чтобы поменять только тип линий. То есть, я делаю. Ставить можно здесь на всякие пожарные галочки, потом отдельно, может, я запишу, если мне будет лень урок по графической замене, более подробный. Штриховка переднего плана. Передний план это как раз вот наши, все, не видно будет. Вот эти вот линии, штрихи, обозначают там, железобетон, минвату, кирпич и так далее. Берем тоненький перо фоноштриховки, но я хочу белый. Так. Хватит. Окей. И вот теперь, смотрите, берем сюда добавить стены. Окей. Ничего не произошло. А, нет, произошло, потому что я уже выставил, видите. То есть, смотрите, вот без замены. Так. Чтобы вы не подумали, что я шарлатан. Чертежи на печать. Упс. Готово. И все у нас круто. То есть, необходимые веса линии сразу появляются. И все хорошо. Продолжим, продолжим редактировать. Еще немножко подредактирую ее. Так. Редактировать правила. Теперь нам нужно что? Нам нужно объекты. Объекты у нас не густо, как бы, то есть, мебель, сантехника. Опять же, допустим, сантехническое оборудование можно поставить свой тип линии, унитазу, свой тип линии и так далее. Я все это сделаю одним типом линии, у меня это все будет объектами. Новые. Объекты. Объекты. Окей. И совпадает у меня с объектами. Я задам какой-нибудь легенький, серенький цвет, ненавязчивый. Чтобы оно не вырывалось. Вот. Так. Теперь мы добавляем критерий новый объект. Надеюсь, я пишу без грамматических ошибок. У нас и кровать, и унитазы, и все. Наше добро стало нужного цвета. Дальше. Новое правило. Колонны. Ну, вообще, можно создать одно правило, закинуть, например, вот, кстати, можно было, можно не создавать. Стены, колонны, отдельно, там, еще что-нибудь. Можно, допустим, просто, то есть, несущие конструкции создать. И закинуть в него, вот, кстати, мы сделаем несущие конструкции. Несущие конструкции. То есть, сюда стен добавить еще. Что тут у нас где у нас основной? Добавить. Стены. Tupit notebook. Стены. Колонна. Я еще хочу колонну сюда закинуть. А где колонна? Вот колонна. Несущие конструкции. Видите, у меня колонны сразу поменяли свой цвет. Правда, они у нас на заднем плане. вообще, что-то я туплю. Ctrl-A. Вперед. вот, другое дело. Красота. То есть, смысл в этом. Окно, нам надо окно. Мы берем, опять же, редактировать правила, новое правило. Окна, двери. заполнение проемов по фэн-шую это называется. Хотя, это не все, у нас еще другие проемы будут. Ну, ладно. Поэтому назовем окна двери. Окна двери. Опять, тип линии сплошная. Перо. Тоненькое, если дадим. То есть, я больше редактировать, пока в разрезе не еще. Ну, ладно. Штриховки я не буду. Как-то так. Окей. Добавить. Вот у нас, кстати, то, что уже добавлено, оно выделено таким цветом, чтобы его нельзя было опять выделить. Окей. Вот у нас все меняется. То есть, и таким образом мы с вами перенастраиваем абсолютно все. То есть, зоны, можно размеры. Если, допустим, у нас было бы еще разбито по слоям, я запишу в следующем видеоуроке, то мы бы могли, например, не только по типу объекта, но еще и объекты по слоям. То есть, например, у нас было бы два слоя. То есть, у нас была бы мебель, и у нас было бы санитарно-гигиеническое оборудование. Мы бы могли санитарно-гигиеническому оборудованию задать один слой-слой, то есть, саноборудование, а мебель например, другой, и у нас мы могли опять же задать, мы бы задали смотрите, пример покажу вот у нас, где у нас редактировать правила у нас стоят бы вот объекты, у нас был бы тут не только объект, но еще и добавлен слой то есть вот этот критерий мы бы задали выбрали бы необходимый слой и продолжали бы опять же настраивать как нашей с вами душе угодно ну и в принципе вот так вот настраиваются все чертежики эти то есть потому что очень часто люди начинают там что-то фантазировать, менять в параметрах линии, я тоже так делал по глупости это бред, это мазохизм просто мазохизм дичайший у нас тут кстати вылезло так делать нельзя вот так вот видите вот так вот заодно смотришь какие-то косяки находятся а вот это кстати хороший вопрос а видите я за... а вот опять же видите кстати я задал окну тонкую линию винт канал у нас как окно как окно как окно блин и оно у нас привязалось графическая замена получилась как у окон как у окон господи простите не хотел вырвалось как у окон то есть поэтому опять же нам нужно сейчас раскидывать на слои то есть чтобы был отдельный слой винт канала и тогда бы мы то есть я сейчас создам просто слой контроль-л новый слой винт канала дымо дысоходы дымоходы окай окай я выделяю винт канал винт канал перехожу перехожу ага конфуз винт канал это окно и окно оно привязано к слою стены поэтому нужно разобраться как с этим быть пока что это оставлю так но я обещаю что я так это не оставлю в следующем или через но я все таки решу эту проблему как как поступить и расскажу об этом потому что опять же окна толстые там абсолютно не надо ну в общем так это вкратце про графическую замену и таким образом можно фильтровать все можно фильтровать 3d узлы какие-то 3d разрезы просто разрезы да все что угодно фасады и так далее такая вот крутая вещь спасибо за внимание всем хорошего дня